Воронина Лайф Воронина Лайф На следующий день, когда она решила вдруг поработать и прополоть грядки, Леша наоборот решил устроить себе небольшой отдых и совсем ничего не делать. Оксану это взбесило. По ее словам, с чего бы это, подумала она. Сама говорит, вот не хочу ничего делать и не буду. А чего ж, Оксан, ты тогда мужа своего заставляешь работать? Почему твой муж не может себе устроить день отдыха, так скажем, день релакса, учитывая, что он работает еще и на работе помимо дачи? Согласитесь, это уже какое-то нарушение прав человека, скажем, дискриминация по половому признаку. Да, жене можно отдыхать, а мужу нужно только вкалывать и зарабатывать денежки. Про полицию сказала, что дело идет, все в процессе и как только, так сразу, я так понимаю, она все расскажет зрителям, что и как. Показала свои покупки, говорит, ой, столько дел, столько дел и дальше сидит и рассказывает зрителям, перескакивая с темы на тему. Показала вещи, которые собирается отдать нуждающимся, да, сказала о том, что так и так, мол, говорит, вот многие мне пишут, что вещи старые, все это старье, кому-то надо. Говорит, между прочим, кому-то действительно надо. Ну, тут я согласна, как говорится, каждому свое. Очередной влог, друзья мои, честно, я бы его назвала вообще. Все смешалось, люди, кони, все в кучу. Вот этот влог просто как никогда, да. Оксана начинает говориться об одном, тут же у нее мысль обрывается, она перескакивает на другую тему, опять мысль ее обрывается, перескакивает на третью и вот так вот бегает с мысли на мысль, да, говорит об одном, тут же о другом, а третьим, в общем, да, то про вещи, то про коробки, то про детский сад. Тут же говорит, вы не думайте, вы не думайте, что работает только исключительно мой муж, я тоже всегда работаю каждый божий день. Потом начала показывать коробки, показывает коробки из-под водки, говорит, ой, эти, мол, коробкам из-под водки уже сто лет, они появились у нас тогда, когда я еще и водку не пила. Потом показывает бокалы, говорит, дома-то мы не пьем, а вот с Верой на даче, ну, хочется, когда можем, в принципе, и венца выпить. А я вот, знаете, слушаю вот это вот все от взрослого человека и не пойму одного. Зачем кому-то и что-то доказывать, в том числе и как часто ты пьешь, ну, тебе же, блин, не 10 лет, ты уже взрослая девчонка, да, взрослая, сама знаешь, что и как можно, как говорится, и в каких количествах все это нужно делать. В общем, смысла нет никогда никому ничего доказывать, люди все равно кому надо, те наговорят с три короба, да, было бы желание. Пока бегала Оксана туда-сюда, устала, уселась передохнуть. Пока Оксана снимала, приехал муж, приехал муж с детьми, она им обещала игрушки, и они, конечно же, ждут подарков. Далее стали спорить с мужем относительно того, куда и что убирать, стоит ли и не стоит что-то убирать, в общем, и так далее. В итоге Оксана довела мужа, который сказал «да», который, видимо, редко, крайне редко ей что-то говорит, и он сказал на сей раз «да», тяжело, мол, с вами, она сказала «да», а с вами легко. Ремонт только начинается, что будет дальше? Подумала я, дальше будет больше, будет хуже. Вообще, ну, честно, не стоило, конечно же, трогать мужа тут же, да, он только приехал, не успел приехать, не успел в дом зайти, передохнуть, не успел там чая попить или поесть. Ну, дай-то ему отдохнуть, дай-то ему отдышаться. Почему вообще я не понимаю вот эти разборки перед зрителем, да? Потом, как всегда, вот большинство из зрителей, конечно же, будут жалеть ее мужа, поскольку скажет «вот, мужик пришел с работы, у него своя работа, плюс дача, плюс еще дома ремонт делаешь, делает, а ты сидишь ему только указываешь». Ну, а она, конечно же, будет говорить «я все сама лучше знаю, как и что делать». Чего хотела Оксана? Она просто хотела вынести стол, комод, чтобы комнату освободить и потом поставить туда, как говорится, другие вещи. А Леша был против вот этой вот двойной работы, он хотел сделать по-своему. Но в итоге Оксана смеется и говорит, когда стояла у магазина и рассказывает «вот он был против моей затеи, но все же я уверена, что когда я приду домой, он все сделает, как я хотела». Так было и так, ну, типа, так было всегда. А я, знаете, вот о чем подумала, что никогда не стоит давить на человека, тем более на того человека, кому все это дело необходимо будет делать. А делать, соответственно, это все ему. А также не стоит тем более показывать, что только ты одна решаешь в семье, что только ты одна решаешь в этих отношениях. Решать должны оба. Это брак, да? Это союз, добровольный и осознанный союз двух людей. Соответственно, никоим образом не надо каким-то образом показывать, что ты, да, только ты имеешь право голоса в этой семье. А так получается, что он, зная ее характер, понимает, что ему проще ей, так скажем, уступить, чем переть, вот просто переть под этот танк. И потом, уважая своего мужа, даже если он у тебя каблук, не стоит его вот этим каблуком выставлять на весь белый свет перед всеми. Ссор, как известно, из избы не выносят. Вот не стоит, да, не стоит этого делать. Внутри семьи выясняйте отношения, хоть что угодно делайте. А показывать этого не надо, чтобы потом тебе это не вспоминали. Вы-то с мужем в любом случае помиритесь, как говорится. А вам потом все ваши ссоры будут припоминать все, кто, так скажем, был свидетелями этих ссор или ваши друзья, знакомые, которым вы об этом рассказали. Естественно, а также, поскольку она выставляет свою жизнь на показ, то, конечно, и будут советы, советы людей, которые писали ей и будут продолжать писать, как и что нужно делать, будут продолжать учить. И тут уже, в принципе, пенять больше не на кого, потому что ты сама все это дело показала. В итоге купила подарки детям к дню защиты детей. И дети пришли домой, был такой прикол, и говорят, увидели папу, а ты что, мол, ремонт не делал? То есть, получается, уже помимо мамы там еще есть два маленьких указчика, которые указывают папе, когда и что ему делать. Да, предложила Оксана, конечно же, мужу помощь, но он до сих пор, я так понимаю, не отошел от этой ссоры. На нее обиделся и говорит, нужна будет мне твоя помощь, я тебя позову. В общем, да, теперь она не знает, бедная и несчастная, как, с какой стороны к нему подойти, сама виновата. Усадила мальчишек есть, сказала, сама буду ждать мужа. В общем, тот обещал быть, как только все сделает, как только переделает все дела. Да, друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор на канал Воронина Лайф. Естественно, всех целую и обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok